Привет! Возможно ты являешься подписчиком сервера Призма в Дискорд и уже оповещен о подготовке турнира по тетрис компетишев. Я полагаю, ты знаешь, что такое тетрис. А теперь представь, что тебе требуется играть очень быстро и аккуратно, чтобы выиграть динамичные схватки со своим оппонентом. Это является сутью соревновательного тетриса. И если ты проявишь свои навыки в состыковке тетрамина, выиграешь лицензию PoiPoi Tetris в сервисе цифровой дистрибьюции Steam. А пока идет голосование на серверах, хотят ли люди проведения турнира, я обучу самым важным моментам этого режима, чтобы быть готовым к вероятному соревнованию. А если ты не имеешь понятия, что это за сервер, ссылку на него запросто найдешь в описании под видео. Итак, начну с основного. Вы можете наблюдать, на чем основывается победа в данном сражении. На заполнении игрового поля противника, конечно же, не обязательно загадить противника мусором полностью. Это лишь средство к победе над ним. Самое важное – добиться того, чтобы его поле было заполнено настолько, пока у него не смогут появляться тетрамина. Заполняется поле в разных случаях, также в разной степени. Главное условие – очищение полных линий на поле. Но и следует знать – ты не добавишь мусора противнику, если очистишь всего лишь одну линию без использования каких-либо приемов. В данном случае это зачтется просто по очкам. Но как же тогда засорять? А очень просто. Нужно очищать от двух линий за раз до использования больших комбо или т-спинов. Что такое комбо и т-спины? Начну по порядку. Комбо – это последовательное непрерывное очищение линий. Цепочка прервется, если при использовании какой-либо фигуры не будет очищена хотя бы одна линия. Чем длиннее комбо, тем больше нагадишь противнику. Здесь все предельно просто, нужно лишь придумать, как реализовать подобные маневры. О чем я расскажу в следующем уроке. Ну а спины-то что такое? А вот что. От английского spin мы можем узнать, что это вращение. Но вращение – это непростое. С помощью этого вращения мы можем втискивать различные фигуры в узкие для них пространства. Однако урон противнику, к сожалению, в Пойпой Тетрис засчитывается только с использованием Т-спинов. Где Т – это фигура, похожая на букву Т. С помощью Т-спина нанести урон можно даже с очисткой одной линии. Но и об этом следует рассказать в следующем уроке. Небольшой совет насчет эффективности атак. Есть такое понятие, как бэк-ту-бэк. Оно наносит дополнительный урон, если есть последовательная очистка линий Тетрисами. Где Тетрис – это очистка четырех линий за раз. Ну или Т-спинами. Их можно чередовать. А на этом, наверное, все. Надеюсь, вас это хоть немного заинтересовало. Прошу, голосуйте за проведение турнира по Тетрису. Очень рад каждому заинтересованному в этом человеку. Искренне желаю вам удачи. Прошу, голосуйте за проведение турнира по Тетрису.